Большое спасибо за вашу пропаганду и добрый день! Спасибо! Вот такой вам привет от мясника! Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодня я решил вам показать рецепт приготовления докторской колбасы. Вы знаете, что докторская колбаса – это самая научно обоснованная колбаса, пожалуй, у всех существующих в природе. Ее рецептура подбиралась, исходя из точно рассчитанных пропорций белков, жиров и воды. И этот расчет делался из задачи максимального влагодержания. И еще, эту колбасу быстрее всего приготовить дома. Правда, потребуется как минимум термометр и блендер. Сейчас я иду за мясом. Это, кстати, вторая причина для сегодняшнего ролика. Дело в том, что мясокомбинаты в погоне за удешевлением для производства колбасы используют не только мясо, но и в большой степени эмульсии на основе растительных белков. Хочу заметить, я ничего не имею против растительных белков в мясных изделиях. В те же самые котлеты я с удовольствием хлеб добавляю. Но мне не нравится продукция, в которую растительные белки не просто добавлены, а уже практически, почти полностью заменили мясо. Итак, что касается рецептуры. По ГОСТу для приготовления докторской колбасы потребуется 25% нежирной говядины и 70% полужирной свинины. Остальные 5% приходится на всякие там белок яйца, сухое молоко, пряности, соль и прочее такое. Что по ГОСТу считается полужирной свининой? Это мясо с содержанием жира 30-50%. Пока болтал, до рынка почти уже и доехал. Так что сейчас найду парковочное место и закуплюсь мяском. Просместно похожий голяк. А тут я вокруг рынка катаюсь. Сюда что ли? Причиснулся. Давайте попробуем. Доброе утро. Сразу попрошу его пропустить через мясорубку, чтобы дом не мучится. Все равно измельчать. И если я сейчас здесь измельчу всю через мясорубку, то дом мне останется только через бендер пропустить. И свининки сейчас возьму. Вот эту замечательную грудинку. Вот эту вот. Встретимся с вами теперь уже, думаю, на кухне, когда буду готовить из этого мяса колбасу. Итак, добрался до дома и даже фарш уже отправил подмораживаться. Приступим, пожалуй. Но сначала хочу пробежаться коротенько по самым основам. Вареная колбаса получится сочной, если фарш превращен в правильную эмульсию. А влагодерживающая способность эмульсии зависит от содержания в ней фосфатов. В мышцах животного эти фосфаты присутствуют в виде молекулы ТФ. Но, к величайшему сожалению колбасников, в течение 4 часов после забоя они распадаются. Поэтому при приготовлении колбас не из парного мяса, их надо добавлять из расчета 0,3% на каждый килограмм мясного сырья. Впрочем, давайте я начну пока измельчать все, а все эти теоретические умствования потом будут в процессе. Это у меня говядинка. Сейчас добавлю к говядине соль поваренную, соль нитритную и смесь пряностей ГОСТовскую ФС номер 4. Хотя это неправильно, конечно, потому что ФС 4 не в докторскую, а в Краснодарскую идет. А все отличие в том, что в четвертой белый и черный перец, кроме муската, присутствует. А перцев в докторской быть не должно. В состав смеси ФС входят, ну, как это следует из названия, фосфаты, пряности и декстрозы. Виноградный сахар. Чем удобна смесь? Здесь уже соблюдены привычные по вкусу нам пропорции. Расход пишут на упаковке. Для этой 8-9 граммов на килограмм вашей смеси. Спасибо, кстати, Павлову. Он из магазина ем колбаски, что-то давно его не рекламил. Если бы не он, и если бы не его форум, вряд ли бы я так часто всякие там ветчины, колбасы, копчености готовил. У него на форуме собрались настоящие энтузиазмы этого дела. Так что за вдохновением и за специальными знаниями заглядывайте к нему. А теперь это надо кутировать с обязательным контролем температуры. Процитирую справочник. Способность связывать воду у мяса различна. Как правило, лучше всего связывает воду мясо молодых бычков. Дефростированное мясо старых и точек коров и телятина обладают более низкой влагополгощаемостью. Вследствие чего колбаса, выработанная из такого мяса, может оказаться водеистой и плохого вкуса. Чтобы предотвратить это явление, надо добавить небольшое количество фосфатов. Они повышают общую концентрацию соли, способствуют образованию оптимальных значений pH. Иначе говоря, повышают набухаемость волокон. Конечно, в определенных границах. Видите, что у меня получилось? Пора сюда уже добавлять лед. Правда, половина нормы. Жира-то у меня здесь пока еще нет. Смотрите, как водичка-то подзамерзла. И еще немного пожужжать. Смотрите, теперь надо добавить сюда свинину, остальные продукты и опять измельчать. Но контролируем температуру. Помните, не выше 8, максимум 10 градусов. Так, сюда ее. Подмороженую. Положу, наверное, сразу всю. Сразу же сухое молоко. Ледяную воду. Или подтаявший лед. И яйцо. Что тут с температурой? Ну, с температурой все отлично, я вижу. В районе 0. 0,1. О, 0. Может быть, даже сейчас минус перевалит. Глаз-алмаз. Что с использованием фосфатов? Что без них? Температуру 8-10 градусов превышать нельзя. Фосфаты вообще придают вам только уверенность в обращении с вашим сырьем. Они позволяют избежать отека. Есть ли в вашем сырье? Этих самых фосфатов уже нет. Поэтому контролируйте температуру. Даже такой вот домашний у меня нагревается очень сильно. Крутилка вот эта вот с ножами, если ее коснуться руками, она отчетливо горячая бывает. Поэтому контроль температуры. Контроль температуры. Просто как обще наш. Поднялась температура хотя бы до 11. Останавливайте все и отправляйте в холодильник на охлаждение. А вообще, для большей уверенности в этом деле, лучше измельчать в блендере непочтимой партиями. Так оно проще будет. Ну, мне, по крайней мере. И вот смотрите, какой результат. Эмульсия плотная, очень липкая. Измельчение, конечно, не ахти, прямо скажем. Смотрите, видны включения красной. Вот это именно говядины. Но, на самом деле, в домашних условиях, без использования нормального кутера, лучшего добиться крайне сложно. Поверхность эмульсии не мокрая, не влажная. Это значит, что она потом взяла в себя всю воду. Прекрасная эмульсия. Ну, насколько она вообще может быть прекрасной, еще разочек повторюсь, в домашних условиях, без кутера. Ладно, теперь набивка. Магия кино. Набивать буду, используя колбасный шприц. Обзор про него уже был. Если интересно, вот щелкайте, посмотрите. Для набивки я использую коллагеновую оболочку небольшого диаметра. Предварительно замочил ее в воде минут на 20, наверное, уже. Вообще, это, конечно, неправильно. По ГОСТу нужно либо в полиамид большого диаметра, либо в говяжьи круги диаметром 55-60 миллиметров. Но у меня ни того, ни другого нет. Да к тому же, чем больше диаметр, тем больше время тепловой обработки. Зачем мне лишнее время тратить? Правда? Да, так вот, я же не договорил, чем опасно нарушение температурного режима при приготовлении эмульсии. И чем опасно отсутствие фосфатов в ней. Я надеюсь, вы понимаете, что без разницы, каких именно фосфатов в эмульсии нет. Аденозенитрифосфата – это научное, так сказать, название молекулы АТФ, или полифосфата, он отвечает в организме за свертываемость крови. После забоя животного в мышцах накапливается молочная кислота. Как я уже говорил, эти самые фосфаты разрушаются достаточно быстро. В результате, при тепловой обработке колбасы, мы получаем так называемый бульонный отек. Это такую сухую котлетку из фарша, плавающую в бульоне под оболочкой. Я использовал мясо животного ямы, не 3 часа назад забитого, поэтому фосфатов в нем уж точно нет. Вернее, не было. Я их опять добавил. Но! Ошибочно думать, что маслом кашу не испортишь, и валить фосфатов больше, чем нужно. Идеальная концентрация 0,3%, при солености фарша 2-2,5%. Положите фосфатов побольше, чтобы подстраховаться, типа бульонного отека, и получите брак. После тепловой обработки, при избытке фосфатов, белок начинает растворяться. И в результате вы получаете на выходе рыхлую колбасу. Возможно, вам такая попадалась в магазине. Так и знаете. Видите такую? Значит, технолог с пахмельюги лишнего в чан спадал. Пока болтал, все успел набить, и теперь обвязка. С обвязкой все очень просто. Шнурок, делаем петельку, зацепили, затянули. Получилась петля удавочка, видите? Захватил, поджал немножко фаршик, тяну. Для надежности еще раз. Смотрите, так, так. Захватил и сбрасываю петлю вот сюда. Все. Разворачиваю колбасу. Здесь надо подтянуть, уплотнить фарш, насколько получается. Нам нужна плотная колбаска. Отлично. Видите, некоторые пузырьки воздуха есть, но мы сейчас проштрикуем, то есть проколем все эти дырочки. Здесь забросил петельку, взял, подтянул. Еще одну. Оп. И затягиваю со стороны колбасы. Все, готово. Можно было бы сделать еще одну петлю, чтобы ее подвешивать, но эту колосу вешать не надо. На всякий случай. Петля для подвешивания делается тоже просто. Захлестнул, взял и вот за эту веревочку тяну. Видите, получается, затягивается вот эта вот, а здесь остается петля. То есть вот так это делается. Но она здесь, как я уже сказал, не нужна. Где тут моя острая самура. Вы же прекрасно понимаете, что без самура-то не обойтись. Да-да, это была реклама. Вот, получилась колбаска. Штрикую. Так. Так. То же самое поразил я с остальными колбасками. Оперативно подготовился, как вы видите. Варить колбасу нужно при температуре не выше 80 градусов. Вообще, в колбасном деле варкой называется любая тепловая обработка. И в духовке тоже варка. Только если будете готовить ее в духовке, ставьте на дно противень с кипятком. Сухой воздух отличный теплоизолятор, поэтому увлажняйте его. Можно варить в кастрюле с водой. Опять же, температура не выше 80. И можно воспользоваться насосом для сувида. Как это сделаю я. Для того, чтобы остатки пищи, мясной бульон, может быть, если выделиться, не забивал сопла этого агрегата, я все свои колбаски вакуумирую. Сейчас смотрите и думайте. Совсем сглубь сдвинулся. Десяток агрегатов у него, чтобы колбасу приготовить. Да, знаете ли, домашнее колбасирование – это как наркозависимость. Я когда-то тоже с обычной мясорубки начинал. Ну, вот так. Коготок увяз всей птичке пропасть. Вот и докатился до такого парка техники. Все, колбаса запечатана. Гостроемкость ее. Температуру выставлю на 71 градус. Учитывая погрешность этого прибора в 1 градус. И колебаться он будет от 71 до 70. Это будет как раз. Готова колбаса будет вне зависимости от того, где вы будете ее варить, там, в кастрюле или в духовке, или, как я, в сувиде, или в мультиварке. Так вот, готова она будет тогда, когда температура в центре батона достигнет 69-70 градусов. Для моей колбасы, для моего диаметра оболочки, исходя из моего опыта приготовления в сувиде, это произойдет через 2 часа 45 минут. Вы же контролируете температуру внутри вашей колбасы по термометру. Оставайтесь с нами. И вот такой вот результат нас ожидает всего через 2 часа 45 минут. На самом деле, вру, конечно. Прошло уже 3 часа, пока я камеры переставил. Вот эти все отверстия, которые вы сейчас видите, все эти пузырьки воздушные, это практически неизбежная проблема при набивке в домашних условиях. На производстве в вакууме набивают, поэтому вот этих вот пузырьков воздушных нет. Но это не отменяет того, что это очень вкусная колбаса. Так, ну и давайте уже попробовать. Ой, пахнет отлично. Это прекрасная колбаса. К сожалению, в магазинах... Да вы давно уже забыли, что такое настоящая докторская колбаса. Вот я уверен, 100%. Потому что, блин, 80% из вас, посмотрев какой-нибудь ролик, тут же либо спрашивает, либо думает, а чем бы заменить то или то? Вы что думаете, там на мясокомбинатах кто-то другой работает? Какой-нибудь ангелок с крылышками? И не такой, как вы, что ли? Да так же технологи постоянно думают, чем бы заменить, чтобы сделать дешевле продукцию, чтобы заработать больше денег. И поэтому нормальное мясо меняют на всякую обрезь, на огромное количество всяких жил, шкур. Все это дело в колбасе перемалывается так, что не различишь потом. И сои вбухивают туда. И даже и на колбасе вроде написано, что сделано по ГОСТу. Но на самом деле, если судить по вкусу того, что можно попробовать в магазинах, по ГОСТу это только называется. И если вы попробуете сделать вот такую колбасу действительно по ГОСТу, вы будете поражены. Это великолепнейшая колбаса. И не нужно вот этих вот воплей. Ах, химия, то же самое в магазине. Не то же самое в магазине. Не то же самое. Позаменяли все, что можно. Поэтому, слушайте, делайте это великолепно. И да, последовательность звучит вроде бы страшновато. И если судить по этому ролику, да, столько всего нужно. Но на самом деле, смотрите. Получили фарш из подмороженного мяса. Подмороженое 0,1-1. В блендере разбили в дребезги все, контролируя температуру. То есть вам нужен термометр обязательно. Без него никуда. Согласен. Добавили туда вот эту смесь с фосфатами. Фосфатную смесь добавили. Добавили соль нитритную. Нитритная соль нужна и для сохранения цвета, и для того, чтобы бутулизм у вас не получилось. После чего добавили лед, блендировали, добавили свинину, блендировали, набили колбасу и варите в обычной костюле или в духовке. Контролируя температуру. Все. Никаких проблем. То есть самое важное, контроль температуры. Слушайте, это нужно готовить. А уже потом, когда вы на это дело подсядете, а вы подсядете, вы наверняка захотите облегчить себе труд и увеличить объемы своего колбасного производства, и тогда уже, быть может, приобретете колбасный шприц, чтобы не набивать, не мучиться вот эту эмульсию через мясорубку. Может быть, приобретете еще что-нибудь. Может быть, даже кудр приобретете. Я, например, до сих пор не сподобился. И тогда вообще откажетесь от магазина продукции, чего я вам настоятельно желаю. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok